Ценный вид исчезающих осетровых рыб и лакомый кусочек для браконьеров. Мы говорим о стерляде. Ее черная икра может стоить до 2000 долларов за килограмм. Однако поймать стерлядь на удочку из-за ее образа жизни почти невозможно. Остаются только сети и взрывчатка. А такое масштабное браконьерство – серьезное преступление. И на Волге все же это редкость. Редкостью стала и сама рыба. Вот и неудивительно, что сохранить стерлядь и восстановить ее популяцию их теологи стараются всеми силами. За Волжье прошла экологическая благотворительная акция по зарыблению Чебоксарского водохранилища. Вот этих самых малюток выпускают сегодня на постоянное место жительства в Волгу. 11 тысяч мальков стерлядьи отправляются в естественную среду обитания. Лет 10 назад в Волге ее было много, но все изменилось. Теперь без солидного подкрепления этой царской рыбки, занесенной в Красную книгу, грозит исчезновение. Так что на России рыбка большая и маленькая. Этих мальков привезли к нам из Самары. Три месяца их разводили в особых условиях и кормили специальным комбикормом. Сейчас малыши весят по 2-3 грамма, а по длине равны указательному пальцу. Мы регулярно проводим акции по зарыблению как Чебоксарского, так и Куйбышевского водохранилища. Последняя акция у нас была в 2014 году, если я правильно помню. Мы точно так же на этом месте выпускали. Надеемся, что она за три года подросла немножко. Надо уже омолодить. В естественной среде обитания стерлиц живет до 30 лет, растет довольно медленно, но зато достигает 15 килограммов. Эта рыба достаточно хорошо приживается в водоемах, неприхотливо и примерно через 5 лет дает потомство. Но чтобы так оно и было жителям Чувашии, нужно бережно относиться как к саму рыбин, так и к ее месту жительства – Волги. Рос рыболовство говорит о том, что примерно больше половины или примерно три четверти выживает. Но, к сожалению, если не ограничивать вот эти грязные стоки, которые вредят стерлиди, она ведь любит жить в чистой воде. И если не ограничивать браконьеров, то выживет, конечно, гораздо меньше. В этом году экологическая благотворительная акция прошла в поселке Октябрьский на берегу Волги. Провести спецоперацию по возрождению исчезающего вида доверили детям из оздоровительного лагеря «Волна». Впечатления очень потрясающие. Мы сегодня запускали мальков стерлиди в Волгу, в водохранилище. Было интересно. Впечатления классные. Никогда такого не делал. Первый раз увидел стерлидь, выпустил Волгу. Мальки стерлиди, они занесены в Красную книгу, и это будет очень полезно для Волги и для экологии России. Заселение 11 тысяч мальков стерлиди в Новый дом прошло успешно. Именно лето – самое благоприятное время года для выпуска мальков в естественные водоемы. В это время в воде развивается много микроорганизмов, которыми питаются подрастающие стерлидь. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.